Гороскоп с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака. ОВИН. Не рассчитывайте на то, что этот период будет легким. Прежде чем вы достигнете поставленных целей, придется преодолеть немало препятствий, больших и маленьких. Возможно, разногласия с коллегами, споры с друзьями. Даже имея дело с влиятельными людьми, вы не считаете нужным извинить свое поведение, а потому рискуете нажить себе сильных врагов. Делительство было приятным периодом для участия в общественной жизни. В посещении культурных мероприятий будет возможность решить какие-то проблемы, которые не касаются вас лично, но затрагивают ваших близких и тех, кому вы неравнодушны. Можно делать крупные покупки, обдумывать их и обсуждать профессиональные планы и бизнес-идеи. Близнецы, расслабьтесь, займитесь своей внешностью, бытом или здоровьем. Это подходящее время для уединения. В жизни личной сейчас возможны серьезные изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Если вы мечтаете о шашлыках или дружеской вечеринке, зовите к себе лишь избранных проверенных гостей. Для раков в первой половине недели возможны размолвки с близкими, но вы быстро поймете, что повод их ничтожен и не допустит ссор. В середине недели подходящее время для начала каких-то общих дел, в том числе масштабных и сложных. Даже если не все получится сразу, объединение усилий принесет плоды. Лев Подходящий период для физического труда, занятий спортом, а также долгих прогулок и поездок. Могут появиться новые творческие замыслы, идеи, которые покажутся многообещающими. К немедленной их реализации можно приступить лишь в том случае, если это не требует значительных затрат. Девы Любовь, внезапные увлечения, неожиданные эмоциональные всплески могут неоднократно менять ваши планы на протяжении недели. Чтобы этот период прошел позитивно, старайтесь вообще не обходить острые углы и избегать скользких моментов. Будьте внимательны на дороге. Весы Вы принимаете проблемы на работе очень близко к сердцу, хотя они носят временный характер и вскоре разрешатся сами собой. Возможно, финансовые потери от крупных покупок лучше воздержаться. Эмоциональный фон во второй половине недели будет более благословенным и стабильным, чем в первой. Ваше настроение улучшится, вернутся жизнерадостность и оптимизм. Скорпион Часть вашего времени могут отнять бытовые хлопоты, семейные обязанности. Если вы плохо себя чувствуете, применяйте вместо отдельных мер комплексное лечение и не экспериментируйте с своим здоровьем без необходимости. Люди, с которыми вы хотели бы поговорить, могут оказаться вне зоны доступа. Примите ограничения как должное. Все задержки носят положительный характер. Стрельцы У вас не возникнет особых проблем, а все, что намечено, полностью осуществится. Вероятно, появление нового человека в вашем окружении, и ваш интерес к нему будет настолько силен, что непременно захочется познакомиться поближе. Но не следует действовать слишком открыто. Подобная тактика в данный момент будет иметь весьма сомнительный успех. Для козерогов возможен успех в делах, требующих творческого подхода, полета, фантазии. А вот сосредоточиться на чем-то скучном, однообразном занятии будет очень трудно. Как бы ни складывались обстоятельства, помните, друзья на вашей стороне. И при любых обстоятельствах общайтесь с ними, обращайтесь к ним за помощью или советами. Для водолеев период хорош для отдыха, разнамеренного спокойного времяпровождения. Вам будет нетрудно найти время для себя. Например, на уход за внешностью, на хобби или традиционное развлечение. Дополнительно позитивное влияние, кажется, стабильная атмосфера в семье. Для РИФ очень удачная первая половина недели. Вы не только добьетесь поставленных целей, но и приблизитесь к осуществлению заветной мечты. Незначительных затруднений на пути вы даже не заметите. И лишь позже вспомните, что не все сразу шло гладко.